Добрый день, ваши мои коллеги. Это обзор рынков компании «Зикмилы» с именем Артур Изяты. После завершения Европейским Центральным Банком программы скупки активов в декабре, экономика едва подала признаки самостоятельности, но торговые войны, похоже, задушили рост на корню. Инфляционные ожидания, измеряемые через форвардные СВП, рухнули ближе к концу месяца, указано то, что ожидания инфляции снижаются. Вчерашние данные по потребительской инфляции также не оправдали прогнозов. Напомню, что базовый показатель роста цен составил 1,3% против 1,5% прогноза. И это подтвердило, что дела у ЕЦБ стремительно выходят из подконтроля. Совершенно непонятно, чем руководствовался Европейский Центральный Банк при завершении программы смягчения, когда основные показатели здоровья и экономики были просто неудовлетворительными. Если посмотреть на инфляцию на промышленные товары, в 4 квартале 2018 года видно, что показатель сильно замедлился, рост цен замедлился. Если не брать в расчет топлива, это зеленый график, то видно, что он находится в нисходящем тренде с конца 2015 года. В поиске положительных моментов восстановления возможно стоит заглянуть в производственные цифры в Германии, локомотивы роста Еврозоны. Однако тут тоже ожидает неприятный сюрприз. Производство легковых автомобилей в Германии падает угрожающими темпами, схожими с кризисом 2008 года. При этом преградой для сбыта стало не только замедление спроса в Азии, но и снижение внутренних продаж. Пессимизм также нарастал в корпоративных ожиданиях, причем они устойчиво снижались весь 2018 год и продолжают снижаться в настоящий момент. Конечно, остается загадкой для меня, почему ЭЦБ прекратил поддержку экономики, хотя есть предположение, что он сделает это потому, что существует некоторый структурный дисбаланс в плане перспектив роста экономик периферии и ядра. И как бы расшивка узких частей происходила долгое время за счет кредитного смягчения, что как-то выравнивало более-менее рост. Но сейчас, когда существуют угрозы медления роста и даже рецессии, есть слабым экономикам типа Италии, у которых бюджетный дефицит уже и так принимает угрожающие масштабы, и с таким экономикам терять нечего, они могут просто манипулировать своими членствами, то сильные страны типа Германии хотят, естественно, быть готовы к новой рецессии, иметь хоть какой-то запас монетарных инструментов для воздействия на выпуск. По другим новостям, азиатские акции выросли в пятницу, основной всплеск оптимизма пришелся на китайский фондовый рынок, благодаря сообщениям о прорыве в торговых переговорах США и Китая, наплыв инвесторов в облигации стабилизировался в конце недели, которая была ознаменована глобальным объектом от риска. Шанхайский композитный индекс сегодня закрылся в плюсе на 0,3%, получив необходимую поддержку, получив необходимую дозу уверенности для продолжения роста после заявления чиновников Белого дома, что о том, что Китай сделал первый шаг в разрешении дилеммы, связанной с ключевыми разногласиями в переговорах, а именно определении условий справедливой борьбы за долгосрочное технологическое преимущество. В пятницу Стивен Ночин сообщил, что рабочий ужин с китайскими коллегами оказался продуктивным, естественно, заранее в надежде, что дальнейшие заявления о ходе переговоров смогут сбалансировать информационный фон, изрядно уже подпорченный заявлениями ФРС и ЕЦБ. Устойчивые позиции американских фондовых индексов, прежде всего, говорят о богосклонной реакции инвесторов на сигнал поддержки со стороны ФРС, фондовый рынок, естественно, не разделяет опасения рынка облигаций, что выражается в одновременном росте обоих, и это порождает некоторый конфликтующий сигнал в оценке перспектив роста экономики с начала года, и СНП-500 прибавил 12,3%, показав лучшую реализованную доходность с 2009 года. Доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла также вчера, сегодня, после снижения в четверг, вчера доходность снижалась до 15-месячного минимума, и это происходило потому, что ФРС, естественно, спешил свернуть планы по ужесточению политики, поступали сообщения отряда чиновников ФРС, что бы создало такой негативный фон в облигациях. Отрицательный спред между доходностью 10-летних и 3-месячных облигаций, наблюдавшийся в конце прошлой недели, красноречиво говорит об ожидании, что на 3-месячном горизонте инвестирования может произойти еще больший откат в политике ФРС. К большому сожалению регулятора, вчера вышли данные по ВОП, по потреблению, данные были пересмотрены в сторону понижения, видно, что ВОП в четвертом квартале вырос всего на 2,2% в годовом выражении, потребительский расход на 2,5%, а стоимость товаров без учета импорта выросла на 2,7%, что добавляет беспокойство в отношении инфляции, которая теряет темп не только из-за ухудшения внешней торговли, то есть компонентной импортной инфляции, но и за счет снижения внутренней производственной активности в США. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в понедельник.